Всем постам и маршрутам, кто работает в Сураве, УДАЛ-21 преследует аномарку темного цвета. Без госномеров. Здравствуйте, эфир ДПС, студия Анастасия Бойко. Смотрите сегодня выпуски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Водитель Ниссана погиб в ДТП на трассе К-19Р. Для обгона мужчина выехал на полосу встречного движения, но не убедился в отсутствии помех. Иномарка врезалась в Volkswagen, а после вернулась на свою полосу, где въехала в автобус. Владелец Ниссана скончался до приезда медиков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пенсионерка решила пересечь проезжую часть вне зоны перехода. Автомобилист на Тойоте не заметил женщину и не успел вовремя остановить автомобиль, упострадавшись с трясением головного мозга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Водитель грузовика не справился с управлением, когда следовал по большевистской. Многотонник врезался в попутный Prado, который от удара выехал на встречную полосу и врезался в Ford. Ford отбросила во встречный Mitsubishi Lancer, а Lancer в разделительный бордюр. Владельцу Ford потребовалась помощь медиков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мужчина без водительских прав сел за руль Mazda Demia и направился в сторону Краснояровского шоссе. Водитель проигнорировал требования дорожных знаков и на повороте не пропустил Volkswagen. Женщина из Тигуана получила ушибы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Водитель Тойота на территории многоквартирного дома в темноте не заметил пешехода, который стоял на проезжей части в одежде без светоотражающих элементов. У пострадавшего ушиб таза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Автомобилист на фуре ехал в сторону Новосибирска. В пути не справился с управлением, грузовик опрокинулся. Водителю-пассажиру потребовалась срочная помощь медиков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мужчина на Тойоте следовал по Берскому шоссе. В пути отвлекся и потерял управление. Машина врезала световую опору. Водитель попутного лифана не смог вовремя остановить авто. Иномарка врезалась в Тойоту. Инициатор аварии серьезных травм не получил. А вот пассажир Тойоты доставлен в больницу с отрясением головного мозга и многочисленными переломами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 1 августа номера для машин будут выдавать не инспекторы ДПС, а частные компании. За комплект из двух металлических таблиц придется заплатить 2000 рублей. Эту сумму озвучили специалисты Федеральной антимонопольной службы. На 500 рублей дешевле пойдутся номера на мотоциклы и тракторы. Их размер меньше. Стоит добавить, водители из-за изменения закона ничего не теряют. За получение номеров сегодня приходится оплачивать государственную пошлину. Ее размер также составляет 2000 рублей. Правда, фиксировать выдачу и присваивать буквы и цифры все равно будут представители ГИБДД. Это нужно, чтобы ввести базу данных автомобилистов и их транспорта. Столичные перевозчики составили рейтинг вещей, которые чаще всего забывают пассажиры в автобусах и троллейбусах. Если перчатки и мобильные телефоны – это далеко не редкость, то ледобур и кокошник водители обнаружили впервые. Среди других любопытных находок – березовые и дубовые веники для бань, коробки с видеокассетами и трехлитровые банки с огурцами. Обычно пропажу владельцы обнаруживают в течение суток и самостоятельно забирают в транспортном депо. Кстати, если вещи забыл ребенок, то вернуть свое имущество он сможет только в присутствии родителей. С 1 марта водителям начали выписывать штрафы в размере 1 тысячи рублей за остановку на вафельной разметке. Теперь нельзя задерживаться на желтых полосах больше, чем на 5 секунд. Если режим работы светофора в этот промежуток времени изменится, возникнет аварийная ситуация. Ведь другие машины поедут по перекрестку и автомобиль нарушителя создат затор. Вместо одной ростовой куклы – 11. Школьники надели полосатые костюмы, чтобы напомнить правила дорожного движения взрослым. В акции приняла участие и наша съемочная группа. Дебры, погибли! Дебры, выскакивай! Ура! Откуда сюда? Откуда сюда? Откуда? Откуда? Площадь Ленина. В потоке сотни машин. На переходах десятки человек. Зеленый свет горит всего несколько секунд. Успевают не все пешеходы. Задуматься о безопасности помогают маленькие зебры. В ростовых куклах – участники отряда юных инспекторов дорожного движения. Пропагандируем правила дорожного движения для пешеходов, водителей. Помогаем маленьким детям переходить дорогу в положенных местах по зебре. Или на зеленый сигнал светопровод. Чтобы пешеходы стали заметны в темноте, школьники дарят светоотражающие брелоки. И не только сегодня. Десант зебр будет появляться на улицах Новосибирска и области до конца мая. Думаю, что это важно, потому что на такую зебру даже самый маленький обратит внимание и спросит у мамы, что это и зачем это. Ему еще раз все это объяснят, и он будет, возможно, более внимательный в следующий раз. В области отмечают рост ДТП. Всего за прошлый год зафиксировали 427 аварий по вине пешеходов. Погибли 62 человека, а 380 получили травмы. Проблематика сейчас с детьми, пешеходами. У нас за 2018 год таких происшествий зафиксировано 159. К сожалению, два ребенка пешехода погибло. 160 получили разница степени тяжести, повреждения. Напомню, штраф за переход дороги в неустановленном месте 500 рублей. Водителям, которые не пропускают пешеходов, придется заплатить полторы тысячи. В продолжении программы рубрика «Две беды». В ней кадры столкновений, которые сделали либо очевидцы аварии, либо же их участники. Все ролики находятся в свободном доступе в интернете. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok На этом выпуск завершен. Если вы стали свидетелем аварии, присылайте записи с телефонов или видеорегистраторов на почту, адрес которой указан внизу экрана. Для вас работала Анастасия Бойко. До встречи в ДПС на УТС. И помните, дорога у всех одна, но куда повернуть, мы выбираем сами.